Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Новый законопроект коснется как физических, так и юридических лиц. Под статью попадают и предприниматели. Алкогольное преступление карается серьезно от весомых штрафов до уголовной ответственности сроком до пяти лет минимум. Тем временем у жителей на антиалкогольную политику есть свое мнение. Бороться-то нужно с пьяницей, конечно. Может быть, все-таки социальную политику улучшит молодежь и все такое, улучшит социальную политику. Наверное, не стоит. Если человек сам хочет, он пьет, не хочет, не пьет. Такая проблема, мне кажется, надо было еще и раньше бороться с пьяницей. Мы особенно в парке наминаем. А что там? Ну а там, извините, кафе, пьяные. Тут же дети гуляют, эти пьяные через парк. Ну как-то, наверное, надо с этого начать. Ну увеличить уровень безопасности, уровень патрулирования. Ну потому что не следят, просто ездят. Ну не следят. Валяются так же люди. И помогать им надо. Все зависит от людей. А если человек не хочет, ты его никак не победишь. Хоть ты молись на него, хоть что-то делай, хоть заговаривай. Так что все от людей. Надо как-то воспитывать, не знаю, сверху из младенчества, какие-то программы внедрять. На каком основании? Что, самогонку гнать, что ли? Думаю, не стоит так сильно его запрещать. Как бы, если у нас менталитет такой. Если сильно запретить, то наоборот, человек этого хочет. Мне кажется, стоит бороться с пьянством. Однако вот данные методы по поводу того, что продажи алкоголизм после конкретного времени, они не работают. В связи с тем, что люди, которые принимают, они просто научились жить по другим правилам, то есть по другому времени. Ринат Алиулова, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова